Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Высказать, не высказать, сказать... Добрый день, добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете радио «Народная волна» на частоте 14.30 М99,1 FM на нашем веб-сайте radio-nvc.com, на нашем YouTube-канале, ну и, конечно, с помощью бесплатного приложения на ваших iPad, iPhone и так далее. Сегодня у нас не совсем обычная народная трибуна, но сегодня у нас замечательный участник, доктор Александр Гольбин. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Спасибо, что пригласили. И, ну, в студии, кроме всего прочего, Олег Патлов. Ну, я только посижу, пока помолчу, да. Да, меня во-прежнему зовут Сергей Зацепин. Причина, по которой мы пригласили... Разговор пойдет о здоровье и болезни, но не в привычном... Ракурсе. Да, а в несколько ином. То есть мы будем говорить, как озаглавлена статья, которую написал доктор Гольбин, «Болезнь Америки глазами врача». Мы будем, прежде всего, наверное, говорить... Ну, мы будем спрашивать доктора. Доктор нам расскажет, если нам что-то будет непонятно, что он имеет в виду, говоря о болезни. Я полагаю, что это болезни общества. Да. Ну, давайте начнем со статьи. Во-первых, что побудило вас написать эту статью, ну, и потом пройдемся по основным пунктам, так сказать, наиболее ярким, наиболее показательным, которые говорят о болезни общества. Спасибо. Ну, во-первых, я еще раз хочу сказать спасибо, что вы пригласили, потому что и ситуация необычная, и тема необычная. И я должен сначала объяснить вообще, о чем идет речь, и при чем тут я. Дело в том, что я психиатр, невропатолог, и у меня есть, так сказать, бывшая академическая должность по физиологии сна. И вот, оказывается, есть интегративная область, где все эти три науки связываются вместе, и они основаны на новых теориях, необыкновенных теориях в физике, в медицине, в биологии. Это, скажем, одна из теорий. Это теория Барталанфи о том, как вообще выживают любые так называемые открытые системы. Это теория, я расскажу о ней поподробнее. Это теория хаоса, и это теория игр. Казалось бы, при чем тут психиатр? Дело в том, что принципы выживаемости организма, потому что то, чем я занимаюсь, это не только там конкретные проблемы в психиатрии, там, шизофрения, алкоголики. Я занимаюсь немножко больше. Это логика развития человека, его судьбы. Ну, если хотите, судьба патологии. Это называется пограничная психиатрия. Это интересная новая наука, которая пытается понять, почему один удачник, другой неудачник, почему человек идет в одном направлении, и что бы ни случилось, все равно попадает в эти же ситуации и так далее. То есть болезни судьбы. И вдруг оказалось, что болезни общества это такие же, идет по такой же логике, как и болезнь человека, потому что общество – это социальный организм. И вот этот социальный организм тоже общается с окружающей средой, и его жизненные законы практически идентичны с законами человека и вообще любого животного. И вот в прошлом веке один из ученых, немецкий ученый, его фамилия Людвиг фон Бартоланфи, он итальянец, он создал огромную науку, которая много раз подтверждалась, которая называется теория открытых систем. То есть все объекты в природе делятся как бы на две категории. Это закрытые и открытые. Закрытые – это которые не общаются с окружающей средой. Например, камень лежит на дороге, ну и пусть лежит, пока его не ткнут ногой на чью-то голову, либо не стукнут этим камнем кому-то по голове. А вот человек и все живое, он общается. И вот живое тоже общается. И вот он создал вот эти принципы, как же выживает любая открытая система. Эти принципы, казалось бы, простые, но в результате они выявились в новую науку, которая сейчас очень популярна. Акшелли одна из центральных, называется теория надежности систем. Теория выживаемости. Какой человек выживет, какой нет. Какое общество выживет, какое нет. И вот если перекинуться с человека на общество, то общество, если оно функционирует адекватно, то оно рождается, оно развивается, оно достигает вершины. Потом оно стареет, как бы возникает стагнейшн. Потом она начинает, иммунная система распадаться, возникает анархия. Потом, естественно, за анархией немедленно следует социал, такое как бы воспаление, вот эта социальная неустойчивость, это анархия, это гражданская война, за которой следует революция, или кризис, или система выживает, становится нормальным, например, кризис в болезни, или она разваливается, происходит революция, и все умирает. Вот такая вот очередность, она есть. И вот если посмотреть на общество, потому что мы очень волнуемся, я лично волнуюсь, почему это эмоционально, да потому что я привез сюда детей, и я боюсь, что это, я должен следить, что будет дальше, потому что история повторяется. Говорят, история не учит, а история наказывает за то, что мы не учимся ее урокам. И поэтому хочется посмотреть, как эти общества развивались с точки зрения врача, какие бы они имели болезни, и так далее. Вот. Вот эта теория очень важна, и поэтому я взялся посмотреть, очень много литературы, серьезной, большой, о гибели империи, о их развитиях, о их болезнях, и так далее. Вторая теория, которая имеет отношение, это тоже очень, одна из основных теорий на в медицине, и в физике, это называется теория хаоса. То есть, когда возникает какой-то хаос, вот мы говорим, там, анархия, люди воюют, дерутся друг к другу, что-то происходит, и вообще это от многих вещей зависит. Трудно проследить, трудно, но оказывается, в любом хаосе есть строгие правила. И если этих правил нет, то этот хаос становится неуправляемый, а если эти правила следуют, то этот хаос становится положительным. Вот. Эта теория хаоса очень известна, она развита была советскими учеными, и вот в Америке эта теория Лоренса. И сейчас это одна из основных теорий. Например, по хаотическому анализу кардиограммы можем определить в течение нескольких лет, что будет с человеком. И потому, как человек дергает ногами, хаотично во сне, можно довольно точно определить, помрет ли и как скоро человек, скажем, на диализы. Вот. И третья теория тоже очень необыкновенная, я тоже как-то все это попробую связать. Это теория игр. Она создана израильским ученым Айманом. Он получил Нобелевскую премию за него, который говорит о том, что в любом конфликте палестинцы с израильтянами или там демократы с републиканцами или два человека друг с другом есть какие-то законы, если законы идти следовать этим законам, то ты выиграешь. Если не следует, то не выиграешь. Это неважно в экономике или это в политике. И вот этот самый Айман сейчас стал ведущим руководителем по процессу вооружений, скажем, в Израиле и в Америке. Ну и, короче говоря, приложение очень серьезное. Вот. Теперь это как бы в общем. А почему я к этому пришел? Потому что я этим же сам занимаюсь, но только приложение к судьбе человека, потому что люди ко мне приходят, и я кое-что должен понять. вот это как бы общая идея, что врач он не лечит общество, к сожалению, но вот этот взгляд на развитие общества и в частности на нашу ситуацию, он имеет право быть, потому что он основан на чем-то. И вот это я пытался рассказать и могу так сказать детализировать. Да, а теперь для тех, кто не читал статью, может быть. Да. Ну, скажем, начнем с самого начала. Вот теория Болтранта говорит простые вещи. Давайте мы их приложим как общество. Вот он говорит о том, что для того, чтобы любое общество существовало, надо иметь, следовать нескольким законам. Ну, их там много у него, ну, скажем, выделим пять. Первое, это то, что любая организация должна иметь вертикальную структуру власти. В организме ли это человек или в обществе. Вот в этой структуре власти каждая часть, каждый уровень должен иметь определенный уровень свободы, но жестко определенный. Скажем, пальцы имеют 36 уровней свободы, но именно вот столько-то, но не больше, могут быть меньше. Вот это, как бы, второе, как бы, положение, тоже, как бы, само собой разумеющееся. Третье положение, что, есть такое понятие, понятие жертвы. Вот это жесткий биологический закон, о котором политики, так сказать, не признают. Как они признают второго закона, вариант второго закона, это то, что не может быть абсолютной свободы ни в организме, ни в обществе, ни в биологии, нигде. Абсолютной свободы не бывает. А вот третье, это закон жертвы. Ну, на примере человека, скажем, когда человек замерзает, то организм может потерять пальцы, но направить кровь к печени и голове. Вот, во время войны все идет на фронт. Мы знаем, что во время войны врачи должны четко знать, что отрезать, чтобы организм жил. Мы решаем, когда я работал педиатром и оперировал в такой педиатре в гинекологии, то в обкушерстве мы четко знали, кого спасать первым, мать или ее дитя, что в Америке полностью размыто. И так далее. То есть, вот эта жертва, ну, условно говоря, она ставит в тупик очень многие системы, если не знаешь, какой же прориориотик, какова общая цель организма. То есть, что мы боремся, что мы спасаем. Ну и еще две, это, что в критической ситуации любой организм должен действовать противоположно той ситуации, в которой находятся в мирное время. Например, капитан корабля может играть в шахматы с кочегаром, но во время шторма он может его убить, если кто-то начинает паниковать. То есть, должен быть абсолютная власть и четкое понимание выживаемости цели. То есть, должен быть лидер, который берет на себя всю ответственность и стратегических decision. Вот тогда, ну и еще там одно, например, то, что каждый организм должен иметь кожу, должен иметь какую-то оболочку, должен иметь границы. Вот, казалось бы, эти принципы, которые нам очевидны по жизни, оказываются не так уж легко видны в обществе, но они есть. И вот Америка, хотя мы ее любим, я считаю себя абсолютным патриотом Америки, как и мои дети, но, глядя глазами врача, мы видим, что этот организм, Америка, он обладает некоторыми болезнями. Эти болезни могут быть, как говорят, inherited, то есть, они врожденные, это может быть болезнь, то есть, болезнь развития, это может быть болезнь воспаления, то есть, вот эти всякие периодические депрессии, вот, это может быть болезнь старения и так далее. Вот сейчас мы находимся в периоде такой, как бы, анархии, вот, и, на мой взгляд, это не совсем повторение тех маленьких периодов кризиса, которые были в Америке, это где-то стратегически серьезная ситуация, которая говорит о том, что это общество может развалиться. Почему? Если мы ничего не будем делать. И у нас есть не так много времени, это, кстати, по теории хаоса, все развивается по критическим временям. До какого-то момента можно все изменить, после какого-то момента сет, это дано. И вот, какие же проблемы в Америке? Вот я тут пытался вместе это все сопоставить и разделил эти проблемы на проблемы, скажем, врожденные. Вот. Какие же врожденные проблемы, если можно так сказать? Ну, во-первых, мы все знаем, что Америка это страна пришельцев. Мы все сюда приехали. И тут возникает такой момент очень деликатный, что мы хотим называться американцами, американским народом, но тем не менее мы говорим я Russian American, он Latin American, этот African American, короче говоря, мы все какие-то Американ. То есть в нас нет внутреннего генетического патриотизма, за который мы отдаем свою жизнь, нас учат, что вот за Родину, понятие Родины в Америке нет. Хотя был период, и я об этом вот и написал к чести Америки, когда во время войны люди отдавали все. Они считают уже никто не смотрел какая у кого кожа, никто не смотрел какое у чего. Вот. Люди болели за Америку, и вы знаете, что даже вот голливудские светилы, миллиардеры ходили простыми там летчиками воевать, вот. И все думали, все говорили, что было понятие Родина. Но после войны, после войны наступила следующая стадия, когда уже мы стали американцы, европейцы, впали в самобичевательную такую филантропию, воспитавить справедливость, дали деньги Японии, к счастью, Япония это отблагодарила нас, а другие просто брали. Вот. И открылись дворота, разрушились стены, и что получилось? Получился огромный поток чуждых элементов. Америка стала другая, Европа стала другая, это вот Сергей об этом может говорить в тысячу раз больше, но идея такая, что когда через прорванные стены, как через прорванную кожу пошла инфекция, исламизм, еще там другое, то ситуация стала, внутренняя структура стала меняться. Доктор, я вас хочу здесь остановить. По-моему, то, чем мы сейчас хотели сказать, началось несколько позже, потому что, если скажем, сразу после войны и до какого-то периода времени, люди, которые приезжали в Америку, стремились стать американцами, то есть полностью ассимилироваться, при этом сохраняя какие-то элементы своей культуры, которой они принадлежали, но все равно было стремление стать американцами. А вот то, о чем вы говорите, когда вдруг стали культивироваться совсем иные понятия, это попытка снивелировать культурные ценности собственно Америки, а культивировать какие-то ценности, привнесенные извне. Скажем, я не знаю, там, вот оправдывают иногда, сейчас кто-то приехал там из Северной Африки, какой-то мусульманин, убил кого-то или изнасиловал, и некоторые судьи говорят, ну, что вы хотите, это как бы вот культура их, вы просто не понимаете, это элементы культуры, это культивировалось, языки, скажем, в школах при наличии 20 студентов, говорящих на определенном языке, вводился целый класс и начинали учить, то есть, понимаете, вот это выражение плавильный котел, оно было реальностью, некогда, а потом стали разъединены. Вот я посмотрел, вот, кстати говоря, по теории игр, все это подается математике, он, кстати говоря, очень красиво об этом и очень написал, за что и получил Нобелевскую премию, вот, ну, смотрите, полвека после Второй мировой войны все было, как вы говорите, мы тоже приехали сюда, принеся что-то новое, что-то свое, и русской комьюнити тоже сделал очень много для Америки, мы как бы жили этой страной, все, но вот это демографический вот такой взрыв, демографический такой медленный поворот этого перевернул Титаник в другую сторону, и поэтому, как говорил там Гулько, такой Борис Гулько, тоже пишет хорошо, вот, он говорил, что Америка стала меняться, уже другой продукт, другие люди, уже появился вместо молока сыр, вот, и если бы сейчас отцы этой страны встали из гроба и посмотрели, что бы, их бы сейчас засудили, что они вот такие президентные, гетеросексуалисты, собственно, то, что и происходит, на самом деле. Почему же памятники сносят этим отца? Доктор, вы знаете, давайте я вас в этом месте остановлю, потому что у нас есть некие обязательства перед нашими замечательными рекламодателями, которые позволяют нам выходить в эфир. Буквально несколько минут послушаем рекламное объявление, после чего вернемся и продолжим. Возвращаемся в программу Народная трибуна. Напомню, сегодня с нами доктор Александр Горбин и поводом к его визиту к нам, вернее, моему приглашению его в эфир послужила его статья, которая называется «Болезнь Америки глазами врача». Так что мы сегодня говорим о здоровье и о болезнях в несколько ином плане, не традиционно. О болезнях общества. Да. Доктор, у нас есть телефонный звонок, если вы не возражаете. Примем, да? Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Доктор Горбин, большое спасибо. Сергей, большое спасибо за такой своевременной передачей. Только скажите, у меня один вопрос. Где опубликована эта статья? Вообще, эта статья опубликована в журнале «Континент». на русском языке. Там немножко более подробно, не так хаотически, как я сейчас говорю. Но ее можно прочитать. Я с удовольствием отправлю ее кому, кто хочет. Но сегодня я хотел объяснить как бы суть и логику, потому что она дает какое-то направление, что делать дальше. спасибо. Спасибо. Ну, давайте вернемся собственно к статье и к тем мыслям, которые вы излагаете в этой статье. Давайте я попробую сам себя немножко более четко организовать, чтобы была ясна. Идея такая, что в начале Америка была в общем проникнута духом европейским. Это было, это христианство к вопросу религии, о котором мы говорили сейчас, которое имело общее, мы все имели общее понятие о морали, общее понятие об искусстве, об спорте. То есть была какая-то преемственность и многообразие, и разнообразие, и мелкинг-пад, вот о чем мы говорили. Но потом, когда много элементов, то оказалось, что в стране пришельцев не то опасно, что много религий, языков, укладов, а в том, что они перестали быть связаны между собой. Что мы стали multiple personality disorder, и распалось внутреннее единство. Это, как бы, врожденная такая вот бомба временная, которая, вот, дает со временем себя, знать довольно хорошо. Вторая полезень, и самая такая тяжелая, это утопическая идея о том, что мы равны перед Богом и перед всем. Мы не равны никогда, нигде, ни в чем. И в этом суть биологического человека. И поэтому, если мы этот закон не признаем, то природа рано или поздно перестанет признавать нас. И что-то обязательно случится. И это является очень частым источником анархии и болезни. и это вот как бы вторая. То есть идея вот такого поголовного равноправия это вообще утопическое, мало того, это опасная идея. Да. Это, понимаете, это не только утопическое, опасная эта идея, она приводит к пацифизму, который всегда приводит к войне. Потому что противник пользуется не вашей добротой, а вашей слабостью. И еще одна болезнь, это болезнь понятия свободы. Мы все боремся за свободу, мы все требуем прав. И кто не говорит, не требует... И вот мы должны тут вспомнить теорию жертвы. Рано или поздно это будут тяжелые жертвы. И что мы сейчас увидим? Патологическую свободу. А ци-демократии, когда брали Конституцию, в Конституции нет понятия ограничений. А ведь закон человеческого организма, любого животного организма, это действовать перед страхом наказания. Бога... я не знаю, совестью, судьбой, изгнанием из общества, в животном мире, это смертью. Но что-то нас должно останавливать от того, что мы должны вести себя иначе, не иначе, как вот мы в данной ситуации. То есть получается, что преступление это не нарушение закона, а преступление это то, что не наказывает, то есть не наказуемость. Совершенно верно. Так получается? Совершенно верно. Если... Вот, пожалуйста, вам простой пример. Вчера или позавчера по телевизору показывали, ну, на Ютьюбе я совсем случайно увидел, как стоит полицейский, пьет кофе в Старбаксе. Подошел белый молодой парень студенческого вида, даже похоже на еврейского вида, и плюнул ему в этот самый, в стакан. И полицейский ничего не сделал. Вот, кстати, в той части вашей статьи, где вы пишете о Конституции, у меня возникли некие возражения, скажем так. Ну, во-первых, Конституция была написана с целью ограничить власть правительства, не граждан, а вообще вот в статье Конституции они направлены на ограничение власти правительства по отношению к гражданам страны. Вот, это вообще уникальный случай, такого больше нигде не встречалось. Есть, нет, нет. Понимаете, о чем я говорю? Да, да. Прежде всего, Конституция ограничивает власть правительства. То есть защищает граждан. Да. Но доктор говорит о том, что вот в этой Конституции как раз отсутствует момент ограничения свободы. Совершенно верно. Значит, в генетике, в генетике Конституции, скажем так, есть подводные камни, которые были замечательными, для того времени с той культурой. Например, ограничения говарднента, ограничения правок. Но тогда были монополии, где каждый хозяин болел за свое дело, болел за свою индустрию. И правительство не должно было особо вмешаться. Это была ассоциация штатов, ассоциация монополий, которые общались, в основе которых было дело. Была какая-то финансовая структура, которая регулировала сама все. Сейчас, когда изменилась ситуация, когда много появилось паблик-компаний, когда перестало быть... Ведь смотрите, что раньше было. Раньше было жесткий хозяин, то есть доброе государство, жесткий хозяин, дисциплина внутри. Сейчас получилось так, что нет гаваруста, нет хозяина, и стараются, и появилась жесткая власть вот этих... Корпораций? Да. Trade unions, влезли сюда политики. Про союзы, да. Да. То есть исчезла внутренняя структура, и появилось что? Распалось организм, распался на многие органы. Каждый штат сам по себе. Вот. Это из-за того... Но на самом деле штат, каждый штат сам по себе, это тоже, это послужило на самом деле послужило поводом для подписания и принятия Конституции, потому что в тех условиях, когда Конституция принималась, если бы штатам не была отведена вот такая автономная роль, то они бы эту Конституцию не поддержали. Есть такое... Понимаете, о чем я говорю? Тогда бы страна просто... Она бы не создала, она бы развалилась. Она не то, что развалилась, ее бы не было самым изначально. Но вот на условиях такой автономности федерального... Федерализации государства, это позволило им привлечь на свою сторону подписать, согласиться с Конституцией. Только при этих условиях Конституция была принята. Совершенно верно. Есть такой биологический закон, который говорит, что надо выживать сейчас, даже если я умру через 40 лет. Поэтому люди с тяжелой аномией выживают там, где есть малярия, хотя они умрут через 40 лет от болезни крови. Поэтому так и было. Эта Конституция была создана в то время. Это было замечательно. Это было рождение, возрождение и рост этой Америки. А потом наступило вырождение. Потому что это уже сейчас уже... Мы видим, к чему это приводит. Я боюсь, что это... Я знаю. Вы сейчас... Это вообще... Вы сейчас... Да. То есть, продолжая вашу мысль, вы скажете, что Конституцию нужно было изменять с течением времени, потому что общество менялось, поэтому нужно было... Я тут могу с вами... совершенно верно. Понимаете, Конституция, она позволила нам в какой-то отрезок времени сохранить страну вот так, как она была задумана. Другое дело, что от Конституции постепенно, по кусочку отщипливаются наши права, наши свободы, прописанные в Конституции, гарантированные нам Конституции. И тут, к слову сказать, когда вы упомянули корпорации, так сказать, вы посмотрите, что делается. Свобода слова в корпорациях полностью отсутствует. Людей гнобят, людей выгоняют с работы за высказыванием мыслей, которые не соответствуют вот этому нарративу, который доминирует в средствах массовой информации, в среде демократов и так далее. Не просто высказывают мысли на виду у всех, а высказывают мысли на своей страничке, в своей, вот, в фейсбук. То есть, это все равно, что ко мне влезли в дом и забрали у меня вот ту кровать, на которой я сплю и закрыли дверь в спальню и не позволяет войти. У нас звонок, да? У нас масса звонков. Доктор, если вы не возражаете, давайте попробуем принять. Кто-то с вами, возможно, поспорит. Тем более, что вот тут на фейсбуке один умница назвал нас всех фашистами, расистами, типичными еврейскими, фашистами, расистами и нацистами. Некто... Ну, бог с ним. Слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте. Вы знаете, принципиально я, конечно, согласна с вами, но здесь есть такой нюанс. Вы так говорите, как будто это был естественный процесс. Как бы натурально все вот так вот в конечном счете появилось. На самом деле это злые силы, так сказать. То есть, на самом деле демократическая та самая партия, начиная с 20 века, начала работать в этом направлении, особенно после 60-го года, 1960-го года. То есть, это целенаправленное разрушение этой страны для того, чтобы завоевать возможность глобального господства определенной системы. И поэтому вот те, которые вот пишут вам про фашизм, про все остальное, это просто тупые люди, которые не понимают, что они приехали в замечательную страну, потому что она была основана именно на Конституции и на Декларации Независимости. А только тронь эту Конституцию, все это здание разрушится, и все, как бы, мы превратимся в очередную Венесуэлу. Спасибо большое. Выборовые совершенно. Как раз это мне помогло немножко еще более сформулировать свою мысль. Дело в том, что вот это понятие свободы, оно развелось и выродилось в противоположное понятие жесткого контроля. Вот. А почему? Потому что все свободны. Дали свободу сексуальным меньшинствам, они стали большинством. Вот. Дали свободу и Trade Union, они сейчас контролируют все. Дали свободу политикам, они тоже влезли и контролируют каждое наше действие. Нет наказания. Дали. И что привело? Привело к тому, что иммунная система страны парализована, потому что все свободны. Свободны ругаться, свободны плеваться. И на этом фоне внешние силы уже начали властвовать. Почему? Потому что наши внутренние силы пропали. Почему я все это говорю? Вообще, зачем это? Кому нужен этот разговор? По двум причинам. Потому что с точки зрения врача вся система Америки, которая росла, вырастала, лучшая страна в мире, она впадает сейчас в состояние анархии, за которой мы знаем, что следует. Причем управляемая анархия. Да, в этот момент она, конечно, управляема чем? Как в организме, если иммунная система упала, начинает управляться, что хотите. Это раковая опухоль. Законы раковой опухоли очень просты. Вот. Если дать большую... Что такое рак? Это рост клеток, вышедший из подчинения организма и уже вышедший из-под контроля. Это нарушение иммунной системы страны. К чему я это говорю? Потому что патологические процессы, вот еще третий биологический закон или там четвертый, биологические процессы, если они обнормальные, они идут с нарастающей скоростью. То есть вот эти процессы будут нарастать очень быстро. Мы же видим прямо по дням, как ситуация меняется. Мы надеемся, что с выборами это изменится. Мы зря надеемся. Потому что если мы не возьмем в руки что-то вот свое, какую-то нашу часть, чтобы сохранить здоровый организм или хотя бы его части, то процесс выйдет из управления. А внешние силы и раша, и чайная, и мы сами раздеремся друг с другом. Вот. Поэтому я просто как бы врачебно даю свой врачебный голос, что ребята, надо объединяться. Вот. Что я слышал, некоторые собираются делать. У нас есть еще звонки, если не возражаете. Да, кстати, по поводу свобод. Вы понимаете, если дать правительству больше полномочий ограничивать наши свободы, скажем, у власти будет находить... Вот сегодня у власти находится республиканец Доналд Трамп, к которому я отношусь к его действиям, к его политике, отношусь с величайшим уважением и приветствую. И если ему дать возможность, так сказать, ограничить права противников, то есть, вот тех же анархистов, социалистов, коммунистов, то, скажем, через 4 года будет избран, я думаю, через 4 лет, через 8 будет избран очередной Барак Обама. И представляете, насколько он сможет ограничить наши с вами свободы. Наши свободы сегодня уже ограничены не президентом, не администрацией, корпорациями, средствами массовой информации, нас называют расистами не потому, что мы расисты, а потому, что мы белые гетеросексуалы и нас называют расисты, потому, что мы не можем понять, что мы, вы расист, потому, что вы белый. Подождите, я белый, почему, почему здесь расист? Да вы просто не можете даже понять, что вы расист. Все, точка, период. Понимаете, дело в том, что здесь понятие government немножко, немножко надо посмотреть ситуацию в другой плоскости. ведь мы сейчас живем по конституции, конституция нам говорит свобода. В организме человека, у нас есть периоды жизни, в моем возрасте, понимаете, это уже законы биологии другие, чем в 20 лет. Сейчас страна находится в другом возрасте и нужна другая конституция. Знаете, в Испании была такая ситуация, когда страна была после чумы развалина и возникли дикие восстания и тогда католицин вот-вот должен был умереть. И вот тогда папа Римский в то время направил всех молодых людей, которых было очень много, потому что папа Римский запретил предохранение под страхом смерти. Родилось очень много мальчиков. И они стали буйствовать. Он направил всех на открытие Америки. К чему я это говорю? Что у многих странах, например, в Китае, проблема решается в том, что молодежь идет в армию постоянно, стопроцентно. А сейчас наша молодежь болтается по улицам. Поэтому надо чуточку поменять конституцию, ничего в этом страшного я не вижу. Для этого вовсе не обязательно поменять конституцию, я думаю. Ну, добавить, внести. Но есть же какие-то... какой... Хорошо. Вот что бы вы предложили изменить... Вот я, допустим, против изменить. Мало того, если бы мы придерживались более строго конституции, то вот этого, вот того, что происходит, могло бы и не быть. Его бы не было. Вы посмотрите, конституция четко прописывает права правительства, федерального правительства в частности, за что оно отвечает. Есть армия, ну, то есть внешняя безопасность, есть, так сказать, разбирательство между штатами и так далее. на сегодняшний день федеральное правительство взвалило на себя черт знает что. Вы вспомните, там, картун был во время Обамы, девушку, я не помню, как ее назвали условно, но мультфильм такой сделали. То есть правительство, они заботятся от рождения и до самой смерти. Нужно или не нужно? Это не функция правительства федерального. И это влечет за собой многие-многие беды. Я согласен. Ну, понимаете, мы говорим сейчас о голове. И мы забываем, что голова находится на теле. Так вот, я хочу сказать, что вся система должна поменяться. Ой, вы меня пугаете, доктор. Вот об этом же говорит Ильхан Амар. Что, всю систему надо поменять. Подождите. Поменять, поменять, но поменять по-разному. Но, смотрите. О, доктор, вот в этом и кроется самая большая опасность. Это вот то, о чем я хотел с вами поспорить. Поменять по-разному. Вы хотите поменять вот так, а кто-то другой хочет поменять по-другому. И если мы начнем систему менять, если мы позволим ее изменить, я еще раз говорю, при этом правительстве мы можем поменять систему в эту сторону, а следующее правительство придет, поменяет в другую сторону еще более радикально. Поэтому Конституция это некий становой хребет, как мне кажется. Я согласен. Вот. Ну, что я хочу сказать, это не то, чтобы поменять в смысле сломать, а как бы внести коррективы соответствующего. В соответствии, понимаете, в стране нет единой. Страна должна быть единой. Что такое организм? Единая страна? Единая центральная язык, центральная религия. Я с вами абсолютно согласен. Но это можно без... Кстати, вот такую поправку, скажем, английский язык сделан государственным языком можно... Совершенно верно. Конституция. Вот это я имею в виду. Я не имею в виду революцию. Я имею в виду... Но это можно принять на уровне Конгресса, даже без... Даже на уровне Штата. Без Конституции. Что Конгресс принимает закон, государственным языком становится английский язык. Все, перед. Для этого не нужна Конституция. Нам нужно... Нам нужно единство. Организм должен быть как чем-то связан. Какой-то... Мысль замечательная, блестящая. Это медицинская мысль. Но я боюсь, что статьей, даже статьей в Конституции, не говоря уже о законе принятым Конгрессом, это не изменит психологию человека. В организме настолько много членов. Вывание, о чем я говорю. Если закон нам предпочитает быть единым организмом, а у нас есть, скажем, различия на религиозной, на расовой почве, на культурной почве, закон не может нас заставить... Закон не может меня заставить любить вас или ненавидеть вас. Понимаете, о чем я говорю? Но единство это неравенство. Я же говорю не о равенстве. Я говорю о единстве всех религий. О единстве всех. Но центральное должно быть. Возьмите Россию, тоже нашу Россию. Понимаете, там очень много таких вещей. Но что? Но все-таки они жестко выбрали, неадекватно, но выбрали русский язык, христианство, все впали в это, в религию. Понимаете, что-то объединяет. Тогда к ним присоединяются чеченцы, казахи, что-то в виде ассоциации. Но что-то есть центральное. Мы, американцы, что нас объединяет? Нас объединяет любовь к родине. Как говорит Майкл Савич, давайте с этого начнем. Как говорит Майкл Савич, есть три вещи, которые определяют государство. Это язык, границы и культура. И культура, да. Это проблема, которые никуда не уйдут. Сейчас, доктор, это проблема, которые никуда не уйдут, и они будут, интенсивность, так сказать, вот этой проблемы будет периодически меняться. Сегодня просто особая ситуация, год выборов, год перевыборов самого ненавистного, самого выдающегося в современной истории президента. Это совершенно согласно. Почему? Понимаете, я врач, я даю диагноз. Есть разные идеи, как лечить. Так чем же сегодня больного общества? Вот какой основной диагноз сегодня? Мы счастливы тем, что у нас есть лидер, который хочет объединить страну. Вот, доктор, какой сегодня основной диагноз и как это вылечить? Ведь самое главное, когда ты лечишь больного, ты должен поставить правильный диагноз. Сколько есть врачебных ошибок из-за неправильно поставленного диагноза? Мы у доктора отняли столько времени и не дали ему сказать. А мы еще раз поговорим. Я думаю, что нам придется вернуться и продолжить этот разговор, поскольку вы дошли даже, не знаю, до середины того, о чем хотели сказать. Но это хорошо, наши слушатели заинтригованы теперь. Да, я думаю, что мы... Просто мы должны думать и думать за нашу родину, как вы правильно сказали, и искать единство. Даже среди нашей комьюнити. Вы не представляете, ко мне приходят и говорят, если ты за Обаму, я ушла. Понятно. Понимаете? Если ты за Трампа, мы с вами разговариваем. Ну, вот это степень вот такого противостояния. Ты красный или белый? Да. Действительно, да. Мы как-то прежде люди были за демократическую партию, за республиканскую, но не были врагами. А сейчас мы чувствуем друг... Ну, спасибо. Нас 8 лет пытались посеять дроздь среди нас и удачно сделали это. Доктор, вам огромное спасибо, но, к сожалению, мы так до конца не договорили, поэтому нам придется вернуться к этому разговору, потому что проблема это никуда не делась, болезнь это никуда не ушла, она прогрессирует, и мы об этом будем говорить и будем пытаться что-то сделать, чтобы как-то... Я просто хочу сказать, что я, как и все мы, мы очень болеем за нашу родину, мы хотим, чтобы было хорошо, чтобы наши дети, мы все-таки жить действительно свободно и спокойно. Всего доброго. Спасибо. Спасибо огромное, доктор. Будьте здоровы. Я думаю, что мы еще встретимся здесь, в этой студии, и поговорим. Возвращаемся в программу Народная трибуна. Телефон в студии по-прежнему. Тут у нас появилась целая команда ботов, нево-трамперов и прочих, так сказать, представителей леворадикального отребья. Это хорошо. Значит, мы что-то... В Ютьюбе. Мыш-мыш просила икону Трампа в студию. Вот, пожалуйста. Специально для вас. Это слова благодарности за поддержку. Семя же. Это значит, мы... Мы вместе сделаем Америку великой. Это значит, мы что-то правильно делаем, потому что это раздражает демократов и левых. Конечно. Мы делаем правильно. Ну что, про болезни общества поговорим. Люди перед Богом равны абсолютно. Ты знаешь. Люди рождаются одинаковыми, а потом все разные. Потому что, если попытаться сделать всех одинаковыми, это трагедия. Но если вы историю хоть немножко знаете, то все попытки... Я с тобой тут не согласен немножко, потому что рождаются тоже разными. Это и на генном уровне, и на каких-то других еще уровнях. Ну вот, ты пошел еще дальше. Когда мы рождаемся... расист и все остальные эпидемии. Ну, черт с ним. Еще и гомофобия, русофобия, далее, далее, да. Так как нас называют. А, ну что, общество мы вылечим или не вылечим? Давай примем за мной. Давай. Добрый день. Вы в эфире. Добрый день, ребят. Привет. Добрый. Ну, я хотел бы свои пару центов вставить, так как, ну, совсем не согласен с уважаемым доктором по одной простой причине. Конституция Соединенных Штатов это один из самых совершеннейших инструментов вообще в истории государственности. И менять ее абсолютно не нужно. Мы абсолютно согласны, мы об этом и сказали ему. Спасибо. Менять Конституцию нельзя. Спасибо. Потому что сегодня мы поменяем в одном направлении, завтра мы поменяем в другом направлении, кончится тем, что это Конституция. Ты понимаешь, Лешка, дело же не в изменении Конституции. Если принять Конституцию за абсолютную величину и ей следовать этой величине, то все будет в порядке. А вот когда начинают придумывать всякие новые правила, Добавляю Конституцию, о мозге, о мозге нашего общества нужно начинать с того, чтобы выгнать к чертовой матери всех вот этих профессоров и учителей со школ и начинать выращивать другое поколение уже, потому что, похоже, с тем поколением, которое уже выросло, с ним будет тяжело бороться и переставить ему мозги. Но мы с тобой согласны. Я сегодня слышал выражение Кандализы Райс, я его никогда раньше не слышал, честно. Ну давай. Я считаю, что это просто потрясающее выражение. Ну давай, давай, давай. Так как она была консультантом по безопасности государственной, она сказала, самую огромную угрозу нашему государству представляют школы с первого класса и по тренадцать. Я это сказал, знаешь, когда, Толя, когда моя старшая дочь пошла в школу и твой старший сын в это время. Понимаешь, хотя бы какие-то политики все-таки это понимают. И это действительно кошмар. И потом получается переписывать конституцию, вон у нас есть государство Россия, которое переписывает конституцию по мгновению властителя. А мы этого не хотим. Здесь у нас есть конституция, работает, все шикарно поменять. Толик, ты знаешь, я тебе скажу, наверное, 90% населения то ли России или той же Америки, им, по-моему, настолько фиолетово на этой конституции. Им нужно деньги зарабатывать на всеми экономиками. Спасибо, Толик. Давайте мы попробуем. Да, еще раз. Спасибо, ребят. Будьте здоровы. Еще с Беликой. Ты тоже, да. У нас звонки еще. Добрый день, вы в эфире. Есть такой политолог Игорь Панарин, он назвал вот эту новую полицию смершем Трампа. Похожесть в том, он говорит, что она подчиняется лично Трампу. Это так или нет? Вопрос короткий. Не слышал о такой полиции. Нет, но вот эта, которая послана по... Ну, это агенты службы федеральной безопасности. Она подчиняется лично Трампу или нет? Да нет, нет, нет таких структур, которые подчиняются лично Трампу. Лично президенту. Есть, это разные... Есть администрация, администрация президента. ДЧС, пограничная служба, ДИА, это против наркотиков есть. Ну, в общем, это разные службы, которые подчиняются Министерству юстиции. Министерство юстиции у нас считается относительно автономным. Так что никто, никакая служба не подчиняется непосредственно Трампу. Я не знаю, или секрет сервис, который его охраняет, может быть, вот единственная служба, которая ему подчиняется. Но они в этих мероприятиях не понимают участие. Поэтому Игорь Панарин это тоже тот еще штимп. Хотя иногда... Я вам скажу, что для советской власти, для советской власти было справедливости больше, мне кажется, чем сейчас. Понимаете? Ну, понимаю, но это вам... Это вам кажется. Это, как говорится, matter of opinion. Это спорный вопрос. Добрый день. Добрый день. Вы в эфире. Добрый день. Ребята, очень короткая вставочка. Менять конституцию это абсолютно бесполезно, потому что либералы сегодня не придерживаются существующей. Они точно так же не будут поддерживать любую другую. То есть, надо менять людей. Доктор сказал правильно, это как раковая опухоль. Единственный метод лечения, кардинальный, операция, удаление опухоли. О, раковая опухоль на теле общества. То, что мы постоянно говорим. Вот так это называется. Вы абсолютно правы. Правильно. И надо... Это рак мозга. Это не на коже, это не на теле. Это мозг. Значит, что надо делать? Надо делать или химию, или голову обрезать. Или надо удаление, или голову обрезать. Других выгодов нет. Да. Вот. А все эти метастазы, типа школа, это уже как следствие. Потому что общество слушает маленькую группу радикалов, для которых конституция не значит ничего. Да, похоже, сегодня конституция не значит ничего не только для радикалов, но и для многих других политических деятелей и общественных организаций. И сегодня конституция, по-моему, вообще они все забыли. Да, они только говорят, знаете, что мы имеем freedom speech, freedom действий. Окей, значит, мы, пользуясь этим, мы можем грабить магазины, убивать людей. И только black life matter. Я согласен, я полностью согласен, что black life matter. Но моя life matter ненамного меньше. As much as black life. Да, ну, чем я хуже, чем... Ничем. Ничем. У нас только разный цвет кожи, а права одинаковые. Все эти сказки про системный расизм, это не для нас. Потому что я... Слушайте, мы прошли через крепостное рабство, это тот же самый расизм. Ну, мы прошли и через крепостное право, и мы прошли через рабство в Египте, и мы прошли через дискриминацию и проявление расизма, когда мы приехали сюда от тех же чернокожих, включая меня лично. У меня есть тоже истории, примеры, и у моих друзей истории, примеры. Поэтому, когда мы говорим о расизме, я думаю, что очень многие подвергались вот этим выпадкам расизма. Но это не тот системный расизм. Но я не об этом говорю. Расизм, он был, будет и всегда будет. Антисемитизм, антиелавиш, whatever. Но самое главное, что он не на уровне государства. Вот, от этого мы говорим. Вот всегда мы об этом и спорим. А сегодня это идет на уровне государства расизма. Обама, самый, самый, Шварцком, самые простые примеры людей, которые родились черными и стал один президент, второй генерал. И мало ли таких примеров. о каком расизме мы сегодня говорим. Подождите секунду, вы обратите внимание на Чикаго, кто у нас вообще стоит у руля нашего города, начиная от мэра и начальника полиции и заканчивая всеми остальными вот этот олдермэнс и руководителями всех департаментов. Полностью согласен. Кто у нас генеральный прокурор Куккаунти? Все. Помните, да? Не только у нас. Не только у нас. По многим штатам это... Кто секретарь стоит? А кто в офисе работает? Джесси Уайт. У нас... Уайт белый? Да, Джесси Уайт. Спасибо большое. Спасибо за звонок. Все, ребята, хорошего вам дня и хорошей рыбалки на выходные. О, Сережа. Спасибо. Сережка, не подведи, пожалуйста. Не подведи. Не подвезет. Ну, послушай, 30 паундов, если сам опять поймаешь, вот я тогда позавидую. Окей. Ну, это редкий случай. На самом деле, такого Кинга выловить, это редкий случай. Даже мои профессионалы, друзья рыбаки, это сказали, зауважали, с нами такого не случалось. Ну, ты героин, что могу. Все, будьте здоровы. Всего доброго. Добрый день. Здравствуйте. А, вот в Конституции написано, что прежде всего наша страна это республика, а демократия это уже потом. И политики, то есть, опять же, демократы извратили это абсолютно. То есть, как республика, у каждого есть права, у каждого есть обязанности. А при демократии все дай. То есть, есть права и забыли совершенно, что есть ответственность. Другая страна. И поэтому демократия всегда, в конце концов, погибала. То есть, взять, начиная с Афинской первой демократии, она погибла, потому что каждый раз политики подкупали своих избирателей. А что хочет рядовой избиратель? Дай мне и все бесплатно. Хлеба и зрелищ. Бесплатно. Ничего не изменилось. Вот доктор говорит, что это болезнь, как у человека и все прочее. Он, наверное, как бы забывает, что человек, какой был создан Богом, такой он остался. И, как наука, это Фрейд был совершенно прав. И поэтому, если у нас республиканцы не возьмут дело в свои руки, если народ не поймет, что в этот раз надо спасать вот эту страну, иначе мы все поднимем, то... Абсолютно. Спасибо большое. Да, еще звонки? Нет, звонков нет. Значит, Федеральная служба безопасности. Это организация, подразделение Соединенных Штатов Министерства внутренней безопасности. Кстати, то же самое Secret Service. Я знаю, что они тоже подчиняются Министерству внутренней безопасности. Давай, два слова про COVID. Центр, директор CDC Роберт Редфилд сказал, что самоубийство и смерти от передозировки наркотиков среди старшеклассников превысили смертность от COVID-19. Какой COVID? Где ты видел, что вы болели молодые люди? Какая статистика? Я вам сказал, еще одна, ну это понятно, но в общем, еще одна ключевая, ключевой момент о том, что закрытые школы вообще негативно влияют на молодых людей, на их психическое состояние. Я тебе скажу одно, что если бы школы были открыты, то, наверное, 90% тех, кто сегодня на улице бесчинствует, они были бы в кемпусах. Потому что, если ты посмотришь на возраст, это студенты, это все студенты. Пожалуйста. По поводу COVID я хотел еще два слова, коль ты уже упомянул. Мой друг позвонил в Ленинград, каковый, Санкт-Петербург. Ленинград бывший, короче. В Питер, да, как называют его. И его друг рассказывает, что, нет, вру. Двоюродная сестра, да, как бы, двоюродная сестра, значит, она заболела, муж заболел, дети заболели, причем она врач, и вызвали участкового врача. Он пришел и говорит, так, у тебя ОРЗ, у тебя воспаление легких. Она говорит, я хочу провериться на COVID, не надо ничего проверяться. У тебя ОРЗ, у тебя воспаление. Короче, настояли, сделали тест. Действительно, они больны коронавирусом, дети больны коронавирусом. То же самое, значит, это двоюродная сестра, у нее брат болен с семьей, очень, симптомов практически никаких не было, вот таких основных. Но, никто сегодня в России, ни в коем случае не записывает, что у вас COVID, что вы заболели коронавирусом. Поэтому, вот те данные, которые публикуют Россия, и, наверное, и другие страны, как можно верить сегодня вот этим цифрам, и как можно дать оценку общему вот количеству людей, заболевших, и уровню смертности. То есть, если мы, ну, например, наверное, мы знаем, сколько людей умерло, но мы не знаем, сколько заболело. То есть, если заболело в 10 раз больше, то уровень смертности это делает настолько низким, что по сравнению, вот как ты говоришь, с смертями от наркотиков, и от других болезней, и аварии, это настолько вот такой вот мизер, что я не знаю. Ну, естественно, вера существует, надо быть аккуратным, надо мыть руки, как мы делали это, в принципе, всегда и должны были делать, использовать санитайзеры, но как можно закрывать экономику и закрывать школы? Как можно? А как? А как ты думаешь, они намерены выиграть эти выборы? Только так и намерены, по-другому не получается. Тебе больше скажу, у меня еще, вот если вы... Есть, правда, ненормальные, абсолютно ненормальные люди, которые готовы пожертвовать страной, ты помнишь, когда в Мичигане сделали опрос, перед праймарис сделали опрос, такой такой своеобразный, что бы вы предпочли? У демократов был праймарис, и среди избирателей демократов им задали вопрос. Вопрос такой, да. Что бы вы предпочли, так сказать, если бы астероид огромный грохнулся на землю, или Трамп будет переизбран на второй срок? 62% этих дебилов, иначе я их назвать не могу, это абсолютно больные люди, которые предпочитают умереть, но не допустить перевыборов Трампа. Если вы... 62% демократов. Мама дорогая. Вы обязательно копнете гугл и посмотрите, что вся Европа сегодня сидит на аспирине. В Италии было очень много сделано вскрытий людей, которые умерли от коронавируса, и обнаружили, что вены, артерии забиты вот этими вот тромбами, то есть коронавирус вызывает thickening, это сгущение крови, и таким образом падает уровень кислорода. А когда, естественно, падает уровень кислорода, человек задыхается, умирает. То есть думали, что от коронавируса страдают легкие, легкие-то страдали от того, что не было в организме достаточно кислорода, то есть нужно принимать разжижители крови, чтобы она не была густой. Представляете, сколько людей вообще могло бы спасти. Поэтому им выгодно держать вот этот уровень смертности на определенной высоте, чтобы обвинить Трампа в этом. Да, еще звонок. Не дождались. Ну а вот эти выходки губернаторов, таких как Куома, с Мичигана или с Калифорнии, которые пожилых людей в домах длительного проживания или в нерсингомах, у которых был установлен ковид, их отправляли, просто заставляли принять нерсингом. Я никогда не забуду вот этот вот... Что привело к тысячам и тысячам смертей. Никогда не забуду этот брифик, когда он говорил, как что людей... Задали вопрос, как вы... Почему отправляли людей больных, пожилых? А он говорит, что отправляли, так повернул голову влево или вправо, говорит, что отправляли, да, действительно отправляли, я не знал. Он подписал распоряжение, исполнительный указ. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте, ребята. Я не знаю, я позже подключился, вы, может, вы уже говорили по поводу присутствия Обамы на похоронах. Нет. Еще нет. Хотели, хотели, времени нет. Так, мне подождать, да. Ну, а что говорить? Говорить о том, что умер Джан Луис, который просидел... Не об этом. А что что? Но он выступил с политической речью. Я сказал, что Обама выступил не просто с политической речи. Я такого Обаму не помню, страшного, крикливого и злого. Для меня это вывод какой? У них все плохо, потому что он вышел из себя, он себя вскрыл полностью. Кто этим всем руководит? Вот это что я хотел сказать. Критики вообще сказали, что вышел Обама только потому, что Джон Байден, предполагаемый кандидат от демократов, просто похоже испытывает трудности с передачей своего собственного сообщения. Поэтому и выступил Обама, который сказал четко, как говорится... Он не сказал, он кричал. Он требовал от людей голосовать по почте, ненавидеть этого Трампа. Но я еще хотел, еще одну секунду вашего внимания. Все-таки, вот я имею большие претензии к этому ковиду-19. Он, конечно, неразборчивая гадость. И он забрал очень хорошего человека. Я думаю, что на вашем радио надо было бы его вспомнить. Это Кейна. Да, Герман Кейн. Столько негодяев рядом. А попался вот ему в лапы такой человек. Так что мы будем помнить его. Все, спасибо вам. А запомнилась фраза Обамы, который сказал, что сегодня полицейские стоят на шеях чернокожих. И когда он сказал это, то это просто вызвало самую настоящую овацию. И он сказал, что возможно уже мы не сможем стать свидетелями того, как наше федеральное правительство посылает агентов, чтобы использовать силу для подавления вот этих мирных демонстраций. И тут же вчера и Хеннити, и Таккеры показывают вот эти мирные демонстрации, где все пылает, все горит, где эти федеральные агенты пытаются защитить вот это федеральное здание, куда эти мирные протестанты пытаются ворваться и разнести его, разгромить к чертовой матери. Вот интересное сообщение в Фейсбуке. В трущобах Мумбаи обнаружили один из самых высоких уровней коллективного иммунитета к коронавирусу, почти 60%. Именно это замедлило распространение COVID-19 в малоимущих районах города. У 57% жителей трех беднейших районов Мумбаи обнаружили антитела к коронавирусу. Исследования проводились в июле, протестированы почти 7 тысяч человек. То есть люди живут в условиях полной антисанитарии. Естественно. И вот это позволяет строить иммунную систему, иммунитет, укреплять иммунитет. А вот то, что нас здоровых людей загнали в карантин, одели на маски и, так сказать, не дают возможность. Все, санитайзер, руки, ноги. Хотелось бы получить статистику в Калифорнии, где вот эти вот тысячи-тысячи бездомных лежать, да, в палатках живут. Вот интересно, сколько из них попали вот в госпиталя? Их не трогает коронавирус. Да, пожалуйста. Добрый день. Ну, вы знаете, не только в Калифорнии, мой сын живет в Чикаго. Им такие условия создали под мостом бездомным. Вода, обеды. Серьезно? Как минимум, да. Это я сама держу. Знаете, я там все время с внуком. Туалет поставили. То есть люди перестали пользоваться этим мостом, чтобы пройти к озеру. Так что не волнуйтесь. У меня другой вопрос. Кто-нибудь, где-нибудь, когда-нибудь за последние полгода видел, какая статистика смертности от сердечных ударов, от коллежин, от автокатастроф, от рака, где эти данные? Они есть, только они никого не волнуют сегодня, к сожалению. Я... Они их специально не говорят. О них не говорят просто. Зачем? Нам же... У нас же сейчас задача какая? Посеять страх, посеять неуверенность в завтрашнем дне в обществе, чтобы народ боялся. А ведь, когда народ сбрасывал царя, когда он был голодный и когда он был недоволен? И когда он был, господи, неразвитый, неученый. Понимаете, это все люди, у которых нет никакого не только образования, понятия, что такое образование. Это легче управлять таким народом. Да. Сегодня в университетах не учат профессии, а учат... Вот... был такой фильм, называется «Ростов». Это о криминальных элементах. Спасибо вам за звонок. И пришел, значит, в школу, пришел там красный командир и говорит, такая, знаешь, интеллигентная учительница русского языка, она говорит, я здесь учу литературе, а он говорит, вы не должны учить литературе, вы должны учить, значит, членов общества нашего социалистического, достойных членов общества. То, что сегодня делают в университетах вот эти вот профессора. Абсолютно. Спасибо хорошее за замечание в точку. Спасибо, друзья мои. Да, берегите себя. Берегите. Всего доброго.